Военные асинт-аналитики сообщают, российская армия захватила села Сокол и Восход на Покровском направлении, а по некоторым данным оккупировала и соседнюю Евгеньевку. В последнее время, судя по количеству атак, этот участок фронта становится приоритетным для путинских войск. Какую тактику выбирает противник и какие преимущества есть у ВСУ на Покровском направлении, разбираемся в этом видео. Продвижение России на Покровском направлении – это последствия оккупации Очеретина в конце весны. Захваты этого населенного пункта позволил армии РФ развивать наступление на север по направлению Калинова и Воздвиженки. И на запад, где находятся уже упомянутые села Сокол и Восход. Об их захвате 4 июля сообщили аналитики проекта Дипстейт. Военные эксперты говорят, Покровское направление сейчас приоритетное для россиян. Основной упор оккупантов – это попытка непосредственного выхода над контроль над трассой Покровск-Константиновка с целью перерезать логистическое сообщение Вооруженных сил Украины. На данный момент последним населенным пунктом, который, скажем так, прикрывает данную трассу и находится под контролем Вооруженных сил Украины – это Воздвиженка. Тем не менее, спустя сутки официальных подтверждений продвижения армии РФ на Покровском направлении нет. Генеральный штаб лишь сообщает, что этот участок фронта самый напряженный. За сутки силы обороны Украины отразили там 38 штурмов в 9 населенных пунктах. Не подтверждают оккупацию Сокола и Восхода и аналитики Американского института изучения войны. А вот в ЗЭЦ-сообществе обстановку на Покровском направлении обсуждают либо довольно туманно, либо вообще ссылаются на украинские источники. Западние Авдеевки вооруженные силы России решительно развивают успех после занятия опорного пункта у населенного пункта Сокол в направлении поселка Восход. На всем протяжении участка фронта идут бои высокой интенсивности. То есть из этой сводки можно сделать вывод, что армия РФ захватила лишь опорный пункт, но не само село Сокол. Окупация Восхода вообще не подтверждается. Что же до соседней Евгеньевки, то этот населенный пункт, судя по картам, пока что в серой зоне. Его захват будет означать, что армия РФ смогла вплотную подобраться к реке Волчья, естественной водной преграде, которую придется форсировать. Любая река это линия обороны. И тут вопрос будет стоять в наличии инженерно-фортификационных сооружений вооруженных сил Украины. И соответственно, скажем так, возможности сил обороны Украины по созданию дополнительных инженерно-фортификационных сооружений. Река может стать соответственно тем природным рубежом, который в значительной степени может приостановить дальнейшее продвижение российских оккупантов. Пока что до Покровска главной цели на этом направлении остается примерно 25 километров. Основная тактика армии РФ это попытки продвижения с северо-востока и юго-востока. И если на севере до трассы Константиновка-Покровск остается примерно 5 километров, то на юге оккупанты уже располагаются на основной дороге до Покровска. Ведь помимо сел возле Очередина бои идут и в районе Карловки. Пропагандисты пишут, что российские войска якобы успешно атакуют на рубеже Невельское-Нитайлова. По информации так называемого военкора Семена Пегова, большинство подходов к Карловке заминировано. Поэтому оккупантам приходится штурмовать город практически в лоб. В районе Карловки за разными оценками боевые действия ведутся непосредственно уже в районе населенного пункта. Не только Карловского водохранилища, но и соответственно самой Карловки. Забегать наперед не будем, но ситуация серьезная. Карловка находится под контролем вооруженных сил Украины с 2014 года. Но и соответственно отсутствие либо наоборот присутствия инженерно-фортификационных сооружений, это будет иметь ключевое значение. Контроль над Карловкой для армии РФ, по словам аналитиков, это не только продвижение по трассе к Покровску. Этот город дает возможность силам обороны Украины наносить удары по тыловым базам оккупантов в районе Донецка. Тем не менее, эксперты уверяют, пока что ситуация на Покровском направлении серьезная, но не критическая. Россияне развернули театр военных действий в этом участке фронта после захвата Авдеевки, но за полгода после ее оккупации смогли продвинуться максимум на 20 километров. Это совсем не те результаты, которых ожидал Кремль, учитывая количество живой силы и техники, брошенных на это направление.